Привет, друзья! Вы на канале Цветочный сад Оленушки. Друзья, тема сегодняшнего видео пойдет, как я укрываю корейскую хризантему в открытом грунте, как я оставляю ее, что я делаю, чтобы она у меня не вымерзла и на следующий год весной дала свои росточки. Друзья, я сейчас вам покажу несколько кустиков. Вот у меня была посажена здесь корейская хризантема. Я сделала вот такую насыпь, вот обратите внимание, где-то пол ведра земли, пол ведра почвы. Я засыпаю на эту хризантему и ее я сламываю, оставляю где-то сантиметров 6-8, вот так где-то примерно оставляю. И этой же хризантемой, которую я ломила полностью или обрезала, я укрываю сверху, чтобы ветер ее как бы не дул, можете, не сдул, можете немножко так же присыпать почвы. И вот так я оставляю и укрываю каждые кустики. То есть делаю сверху насыпь, полностью не подрезаю, вот посмотрите, оставляю. Ну, самое большое, наверное, где-то около 10 сантиметров, не больше. Убираю ее, обрезаю. И этим же, которые у нас остались, этой же хризантемой, этим же цветыни, я вот так как бы делаю немножечко воздушную подушку. Так как хризантема очень не любит, она у нас, мы думаем, что она у нас не перезимовала, вымерзла от морозов. Нет, она не вымерзает, она может просто собреть из-за переувлажнения. Поэтому, чтобы не было перевлажнения, как только растают снега, я эту почву уберу. Хорошо еще бархатцами накрывать тоже. Сами эти веточки я тоже уберу. И чтобы проходил воздух, чтобы хризантема не загнила. И вот в таком виде, вот так я сохраняю хризантему корейскую в открытом грунте у меня на садовом участке. Ну вот, друзья, что я вам хотела показать в своем коротком видео. Дальше буду укрывать, дальше буду обрезать свою хризантему. Вот, посмотрите, я немножко сверху присыпала. Почву там сделала, насыпь здесь прикрыла. И вот так у меня будет зимовать моя корейская хризантема. Ну вот и все, друзья. Если вам мое видео полезно, делайте точно так, не сомневайтесь. У меня никогда не вымерзает корейская хризантема. Всегда хорошо зимует. Но чтобы как бы подстраховаться, если, может быть, у вас более северные регионы, сделайте насыпь, пол ведра, ведро где-то почвой. И сверху можно накрыть или этими же хризантемами, которые вы сломаете, или другим, либо средством, не средством, а, можно сказать, укрывным, укрывной зеленой подушкой. То есть, любым растением, которое вы выкидываете и выдергиваете однолетники своего участка, им же можно также накрывать, делать воздушную подушку для наших хризантем. Ну вот и все, друзья. Подписывайтесь на мой канал, если мое видео чем-то вам интересно. Чтобы не пропустить мое дальнейшее видео, кликайте под видео на колокольчик. Вам всего прекрасного, хорошего настроения. До новых встреч на моем канале.